В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги этого дня. В Одессе полицейские задержали 48-летнего гражданина РФ, находившегося в международном розыске. Мужчину обвиняют в денежных махинациях, выбивании долгов, рэкете, мошенничестве, хакерстве и наркопреступлениях. Именно за это в Соединенных Штатах Америки его приговорили к пожизненному заключению и выдали ордер на арест. Государство Российской Федерации. Статус в криминальном мире. Они думают статус. Как только правоохоронцам стало известно о его перебывании в Одессе, они провели заходы для его затримания. За оперативными данными, данный человек незаконно потрапил на территорию Украины. Наразі правоохоронцы переверяют эту информацию. Кроме того, прокуратурой готуются клопотання про застосування до затриманного запобіжного заходу у вигляді арешту. Поліція вже сообщила компетентним органам США задержання розыскиваемого. В Одеському аеропорту искали взрывчатку. О мінірованні сообщила на ним позвонивши на номер аэровокзала около 12 часов дня. На місто для проверки прибыли правоохоронители, скорая помощь и спасатели всех сотрудников и пассажиров из помещения эвакуировали. Ніхто не виходить, нічого не виходить. Просили встать? Заминировали. Попросили пакет на территорию, на 50 метров отойти. Говорят, по всей Україні такое творится. Вы куда летите? В Будапешт. В Будапешт. По поводу обмена рейса что-то говорили? Сказали, что передвинуть. Да, что сдвинуть рейс просто. Самой же пустой не полетит. Сейчас работа аэропорта возобновлена. Полиция ищет телефонного террориста. На перекрестке улиц Ивана Юрия Липа и Инглезия упало огромное дерево и оборвало электропровода. К счастью, никто не пострадал. В целом, из-за усиления штормового ветра до 27 метров в секунду в Одессе упали 19 деревьев и одна большая ветка. А вот на Разумовской светофор тоже не выдержал шквальных порывов и упал прямо на автомобиль. Водитель, который в тот момент находился в машине, не пострадал. 18 человек умерли от COVID-19 в Одесской области за последние сутки. Это самая большая смертность в стране после Полтавской области, где зафиксировали 22 летальных случая. Со вчерашнего дня в нашем регионе обнаружили 350 новых больных COVID-19, из них 30 детей и 5 медиков. За сутки в стране вакцинировались почти 81 тысяча украинцев, из них 36 тысяч получили вторую дозу. В Одесской области привились 4 466 человек. Морской торговый порт Черноморск выставил на аукцион 10 судов. Речь идет о буксирах трудовика и Михаил Добров, катерах «Заря» и рейдовый «8», пассажирских кораблях «Зенит» и одесский пионер «Танкер» и «Радужный», плавкрани и двух плавпричалах. Стартовая цена лота – 8 миллионов 600 тысяч гривен. Все эти плавсредства нуждаются в капитальном ремонте. Вонь в подъезде и постоянный риск пожара из-за заваленной мусором квартиры на первом этаже. На такие проблемы жалуются жильцы дома на Паустовского 27-1. Местные неоднократно обращались за помощью как к правоохранителям, так и к чиновникам, но пока никто так и не разрешил эту ситуацию. Детальное смотрите далее в сюжете. Любовь Александровна жалуется на соседку Евгению. Из квартиры которой распространяется неприятный запах на весь подъезд. Уверяет, женщина постоянно заносит в свою квартиру груды мусора. Несколько лет назад хлам уже вывозили из помещения два трактора с прицепами, но там снова образовалась свалка. Люди неоднократно обращались к участковому, но тот упорно игнорирует все жалобы. К кому обращаться, кому что говорить. Куда мы не ходили, никто ничего не делает. К участковому. Участковый говорит, что на нее уже целая петиция. А что ж у тебя целая петиция, ты ничего не делаешь. Я понимаю. Столько тебе принесли уже документов всего, и ты ничего не делаешь. Как это можно? Как вы работаете вообще? Ходили мы в исполком, наш Суворовский. В Суворовской райадминистрации тоже ничем не помогли, а только посоветовали обратиться в санстанцию. Именно это Любовь Александровна сегодня с утра и сделала. Ко всему прочему, в квартире Евгении живут десятки кошек и собак, за которыми она не ухаживает, говорят соседи. А на контакт с другими жильцами дома женщина не идет. Она не идет на контакт, она апеллирует постоянно юридическими какими-то законами, что она имеет право, она там прописана, это частная собственность, квартира приватизирована. Мы знаем только то, что она таскает мусор постоянно. А уже последней каплей было то, что мы пару дней назад вызывали пожарную, потому что у нее загорелся этот мусор. Особенно летом это воняет. Двери вот так постоянно открыты, потому что ходить невозможно никому. С нами Евгения общаться тоже не захотела. В спешке забыла даже свою тележку для транспортировки мусора. В конце концов, местные вызвали полицию. Однако патрульные посоветовали людям снова обратиться к участковому. Евгений Меглей, Евгений Ищменцев, Седьмой канал. Убрать каждый метр территории и закрепить за ним ответственное лицо. Обещают чиновники, горсоветы уверяют следить за чистотой. В Одессе теперь будут ежедневно, а не только в санитарные дни, как раньше. Для этого района города разделили на участки и определили ответственных уборщиков. У одних это СМД, у других ЖКС или управляющая компания. Стартовали в Малиновском районе. Мы уберем, сделаем это подрезку, организуем майданчики для сбора мусора согласно схеме санитарной очистки и так далее. И в итоге мы получим по каждому участку, по каждой улице и по кварталу, то есть по участку этой работы будет протокол, в котором будет обозначено, кто должен поддерживать санитарное состояние. Аналогичные работы проведут во всех районах города. Завершить планируют к маю этого года. В течение 2021 года бесплатную реабилитацию после болезни. В санаториях прошли больше 290 одесситов. Как говорят в фонде соцстрахования, особенно актуально такое оздоровление для людей, переболевших COVID-19. В список также входят болезни сердца, нервные, опорно-двигательные системы и другие заболевания. Подробности далее. Миргород, Куяльник и Белая Акация – это лишь небольшая часть санатория, где можно пройти реабилитацию после болезни. Например, после коронавируса по направлению врача-стационара. Ребенок Татьяны лечился в детской областной больнице, после чего медики предложили им пройти реабилитацию в санатории. И я принесла все, собрала документы. И мне предложили поехать в санаторий Миргород, в санаторий Березовый Гай, на реабилитацию на 24 дня. Мы там пробыли 24 дня, пили воду, были процедуры полностью. Ну, как бы, я очень осталась довольна, ребенку стало намного лучше. Ну, нам очень понравилось. Все услуги по оздоровлению предоставляют бесплатно за счет фонда соцстрахования. Но сначала нужно собрать пакет документов, заключение лечебной консультативной комиссии, заявление, копию паспорта и идентификационного кода, справку с места работы. Вот пакет таких документов, и каждая застрахована особа, она мает право лековаться, проходить реабилитационное лекование, после того, как они, после лекования в стационаре. Длительное пребывание в санатории помогает пациентам абстрагироваться от бытовых моментов и работы. Люди могут сконцентрироваться на своем здоровье. Наш многолетний опыт реабилитации подтверждает действительность этих фактов, что действительно после проведенной реабилитации в течение 24 дней, 18 дней, состояние больных улучшается, улучшается их отношение к своему здоровью. Они начинают понимать, с чем связана их проблема и как с ней в дальнейшем бороться. Как отметили в Одесском отделении Фонда социального страхования, в этом году организационно-финансовые возможности позволят увеличить количество людей, прошедших реабилитацию, в несколько раз. Александр Тарута, Елена Ионова, Седьмой канал. Таким увидели этот день корреспонденты Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону. 726-32-26, оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся, до скорой встречи.